Метапазавр – это гигантская хищная амфибия, которая была главнейшим хищником тропических областей древнего суперконтинента Пангея. Его череп был большим и плоским, и занимал примерно пятую часть от всего массивного тела. При этом сам зверь был внушительных габаритов. Тритон переросток мог вырастать почти до размеров автомобиля. Это около трех метров в длину, и весить при этом почти полтонны. И это неудивительно. Начало Триасового периода, примерно 230 миллионов лет назад, это был век царствования амфибий. В то время метапазавр обитал в неглубоких озерах и реках Европы, начиная от Португалии и вплоть до самой Польши. Вода была его стихией, амфибия чувствовала себя в ней как рыба, и так как по большей степени они находились в воде, то они питались рыбой и мелкими амфибиями, хотя, возможно, могли закусывать мелкими предками динозавров и млекопитающих, которые бродили вдоль берега. С целью удержания скользкой добычи природа одарила его рядом мелких и острых зубов. У данного монстра ноги были крошечными и слабыми, и практически не способными нести по суше огромную массу, а потому амфибия едва выбиралась за пределы водоемов. А потому с приходом засухи метапазавры принимали коллективные грозевые ванны, собирались большим количеством в самом влажном участке и закапывались поглубже, надеясь на скорейшие дожди. Иначе же их ждала неминуемая смерть. Именно таким образом и завершился век гигантских амфибий. Порядка 200 миллионов лет назад климат стал меняться и стал очень сухим. На месте глубоких озер и рек стали появляться большие ямы, наполненные высыхающей грязью и отчаянием. При этом попытки спастись были безуспешными. Учитывая строение их лап, выбраться оттуда оказалось непосильной задачей, и высыхающий водоем со временем превращался в смертельную ловушку для метапазавров. Именно так их и открыли. На территории современной Португалии ученые-палеонтологи нашли сотни скелетов в огромной куче, и это на жалких четырех квадратных метрах. Проанализировав кости, челюсти и черепа, палеонтологи пришли к выводу, что это совершенно новый вид метапазавров. Другие же виды этих амфибий известны из Германии, Польши, Африки, Индии и Северной Америки. Большинство метапазавров исчезли во время массового триасового вымирания около 200 миллионов лет назад, еще задолго до начала господства динозавров. Это вымирание ознаменовало конец триасового периода. Именно в этот период огромный доисторический континент Пангея стал разделяться на знакомые нам континенты. Появление гигантских разломов земной кори, а также активная вулканическая деятельность стали причиной гибели многих позвоночных животных тому времени, и гигантские амфибии, к сожалению, не стали исключением.